Знаете, хочу вам признаться, я недавно встречался с гадалкой. Серьезно. Правда, она ко мне пришла, не я к ней. Не часто я встречаюсь с гадалками, честно вам скажу. Но она молодая женщина. И у нее получается, к ней ходят люди. Гадает она на картах. А почему она ко мне пришла? Потому что почти каждое утро она не может встать в кровати из-за того, что ее сковывает страх. Где-то час-полтора она не может встать в кровати. И если она планирует свой график, она говорит, из-за этого у меня график сбивается. Мне неудобно перед людьми. Говорит, я не могу понять, что это. Только про Бога мне не рассказывайте. Говорит, у меня другое мировоззрение. Печальнее всего то, что она из адвентистской семьи. И я себе подумал, ничего себе, дьявол нормально воюет. Слушайте, надо оттачивать нам оружие. Правда? Это очень серьезный вызов для нас, как для родителей и для семей. Поэтому великая женщина, которая родилась более 180 лет назад. Елена Уайт, она говорит, что влияние одной христианской семьи сильнее, чем все проповеди, сказанные когда-либо. Понимаете? Понимаете уровень ответственности? Сюда выйти можно на полчаса, приготовиться и выступить красиво, одеться, сказать, помолиться. А прожить всю жизнь живой проповедью 24 на 7. Человеком, который видит тебя голым, простите меня. Да? Это нелегко. Детей воспитать, которые тебя знают. Правда? Которые будут воспитывать твоих внуков. Это серьезный вызов. Поэтому сегодня я вместе с вами хотел бы поразмышлять, знаете, о чем? Как раз об этом. Как раз об этом. Потому что есть один такой человек, которого я очень уважаю, хотя его уже в живых нету, но он оставил очень интересное творчество. При этом он был мормоном. Зовут его Стивен Кови. У него есть очень известная книга «Семь навыков высокоэффективных людей». И он очень известный бизнес-тренер. Он очень много тренировал компаний, менеджеров и так далее, и так далее в свое время. Написал несколько очень известных книг по бизнесу. Но вместе с этим он неплохо воспитывал своих детей, которых у него было 9. И вместе с женой и детками они написали книгу «Семь навыков высокоэффективных семей». Она есть в интернете, вы можете ее поискать, приобрести. Это очень интересная книга, глубокая книга, больше 300 страниц, которая написана для светской аудитории. Вы там не сильно встретите имя Бог, но она полностью основана на христианской концепции мировоззрения и подхода к воспитанию детей. Вот. И на одной из страниц в начале своей книги он пишет следующее. Он пишет следующее, что воспитание детей подобно акробатике без страховки. Вы когда-нибудь были в цирке или видели, может быть, в ютубе циркачей, как они выступают. То есть акробат – это такой серьезный, самый известный в мире цирк, по-моему, называется «Цирк Дю Салей». И они выступают разными труппами, с разными программами по всему миру, собирают огромные аудитории. И ключевые люди у них – это как раз акробаты, по-моему. И, естественно, в этот цирк приходят люди из спорта, в том числе большого спорта, потому что исполнять художественную гимнастику – это очень непросто. И он говорит, что мы – это акробаты в мире воспитания детей. И это происходит без страховки. То есть у тебя нет права на ошибку. И он говорит, раньше эта страховка была. Он говорит, раньше законодательство страны защищало родителей. Воспитание детей происходило в уважении родителей. Государственные законы, традиции защиты семьи, поддержки семьи. Все помогало. Но, говорит, и он пишет, но за последние 20 лет это все разрушено. И теперь это акробатика без страховки. Он написал эту книгу в 1997 году. То есть он говорит, за последние 20 лет – это значит что? В 1977 году. Я родился в 1978. И он американец. То есть он увидел, как рушится институт семьи. И это влияние передалось и в нашу цивилизацию, постсоветскую. Правда? Мы это видим. И я себе думаю, получается, война против семей началась даже не 50 лет назад. Она началась намного раньше. Намного раньше. Она началась в третьей главе книги «Бытие». Давайте откроем и почитаем. Очень интересные боевые действия. Давайте немного, может быть, не сильно глубоко, но все-таки нырнем в текст Божьего Слова, чтобы запечатлеть его, чтобы оно запомнилось. Очень интересно повествует нам в Писании. Змей выделялся особой хитростью среди всех зверей полевых. Вот начинается такое интересное повествование, которых сотворил Господь Бог. Он спросил женщину, «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды, какого бы то ни было дерева в этом саду?» «Мы», — ответила женщина змею, «можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которое среди сада». О них сказал Бог, «Не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Знаете, когда я только начинал свою врачебную стезю 22 года назад и был молодым врачом-наркологом, у нас очень модная была фраза в России, называлась она так, «Скажи наркотикам нет». Слышали такое выражение? Да, она мне немножко была не по душе, и потом я понял, почему. Я встретил фразу, «Да хватит уже разговаривать с наркотиками». «Скажи наркотикам нет». «Хватит разговаривать со змеем». Это первое правило семьи. Первое правило семьи, надо не приближаться к нему. Не приближаться. Она приблизилась. На это змей возразил женщине, у него всегда есть что возразить, «Нет, не умрете вы, но знает Бог, что в день, который вы отведаете их, откроются глаза ваши и станете вы такими, как он, знающими и добро, и зло». Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши, кажутся вкусными, радует взор и прямо хочется, вожделены они, потому что мудростью и знанием наделяет отведавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней. И тут открылись у них глаза, они увидели себя какими? Голыми. И сделали себе набедренные повязки из смоковных листьев. Инжир растет в Молдове? Вы видели листья смоковницы? Вы видели, как они выглядят? Я себе просто представил это творчество, этот швейный цех первобытный. Понимаете? Вот представляешь себе, да, Олег? Этот цех, они в шоке, они почувствовали стыд, страх. Они увидели, как, пишет Састравайт, первый лист начал вять. Я вот себе думаю, насколько этой одежды им хватило? Наверное, поэтому им было стыдно, они спрятались в кустах, потому что это не помогало. Этот фэшн быстро вышел из моды. Буквально за час. То есть, дьявол им такого на рассказал. Да вы что? Вы станете как боги. Вы будете знать все и даже зло. Да убейте меня, если кто-то хочет знать зло. Да никто не хочет знать зла. Правда? Зачем его знать? Зло зачем нам знать? Никогда нельзя. Поэтому у лукавого здесь два подхода. Вот. И это один раздел Библии мы посмотрим. И еще один раздел Библии мы посмотрим. Так вот, эту главу я использую всегда в консультировании семьи. Очень часто. Почти всегда. Это классика. Скажите мне, пожалуйста, главная проблема здесь Адама и Евы. Какая? Главная проблема? Они отошли друг от друга и и от кого отошли? от Бога. Это и есть главная проблема любой семьи человеческой. Если ты хочешь приблизить себя к разводу, отойди подальше от своей жены и подальше от Бога. Все. Ты гарантированно уже на полдороге где? К фиговым листьям. Все. Ты уже будешь, ты уже на полдороге к тому, чтобы тебе было стыдно. Все. Потому что у Бога совсем другой план. Он говорит, да, пожалуйста, ешьте все, что угодно. Просто я даю право выбора и ради права выбора это дерево есть здесь. Вы просто должны знать, что если хотите нырнуть в бездну зла, пожалуйста, вот вам вариант. Но я вас прошу, не надо. Не надо. И они это понимали. Но змей почему-то оказался убедительней. Почему-то. Поэтому первый подход лукавого отойти от Бога и от один от другого. Это огромная проблема и в Молдове, и в Украине, и во многих других странах, где есть такое понятие гастарбайтер. Человек, который где работает? За границей. Который говорит, нам не на что жить, что мы будем делать? Будем ехать на заработки. И это и есть проблема. А если вдвоем идут вопросов, нет. Есть такое понятие экономическая миграция. Когда в стране тяжело, люди выезжают, это абсолютно нормальный подход. Но вопрос здесь семейный. И лукавый использует первый подход. Разделить. Разделить и властвовать. Разделить и властвовать. Поэтому первый вывод очень простой. Нам нужно разговаривать с Богом, а не с лукавым. и его образами. Не важно это змей, это гадалка, или это какой-то умный психолог. Психологов, поверьте мне, хватает разных, которые тебе насоветуют такого, что мама не горюй. фильмы разные, умные. То есть это первое, разговаривать с Господом, а не с лукавым. Второе, это просить о Божьей мудрости против дьявольских хитростей, потому что там же постоянно какой-то нелогический подход. Вы понимаете? То есть дьявол спрашивает, а правда ли? И он сразу сыпет дезинформацию, он ложные исходные данные дает. Ведь Бог такого и в жизни не говорил. А он говорит, а это правда? И дает совершенно ложные исходные данные. И если вы пользуетесь ложными исходными данными и даже пытаетесь нормально, логически на основании ложных исходных данных разговаривать, вы будете поражены врагом. Потому что исходные данные неправильные. А исходные данные были совсем другие. Третье это не сомневаться в Божьих постановлениях. Господь сказал, смысл сомневаться? Смысл сомневаться? Поэтому если дерево зла, то оно значит дерево зла. Это не дерево какого-то там добра или очень красивое, и оно и показалось, что оно наделяет мудростью или знаниями. Где вы видели дерево, которое наделяет мудростью? Я не видел такое дерево. Очень важно проверять входящую информацию всегда у доверенных лиц. Поэтому в Писании написано покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Четвертый момент, вот если первый, это разговаривать с Богом, второй, это просить про Божью мудрость, третий, не сомневаться в его постановлениях, четвертый, смерть это абсолютная реальность нашей планеты, зараженная грехом. И от смерти умирают. Потому что там написано смертью умрете. Слышите? То есть странное как бы выражение. А от чего можно еще умереть? От жизни нельзя умереть как бы. Он говорит смертью вы умрете, вы должны это понять. То есть вечной смертью вы умрете, если что. Поэтому смерть, не важно какая она, медленная или быстрая, она все равно смерть. А вечная жизнь это абсолютная реальность, которая была и предложена. Ну и конечно еще один простой вывод, я еще раз скажу. Лучше зла не знать. Лучше не знать ни войны, лучше не знать ни детской онкологии, лучше не знать ни ничего такого плохого, на что ты даже не можешь дать ответ. Почему оно происходит? И у Бога только один ответ, я это закончу. Не переживай, это закончится. Когда не будет это закончиться, обязательно. Ну и последнее, что можно из этой темы взять, это то, что не надо рассказывать себе небылицы. Знаете, волчьи ягоды тоже красиво смотрятся, но мы же их не едим, правда? Вот, нужно понимать законы мышления. Если тебе что-то начинает казаться, если тебя начинает мысль заносить, есть способы переключать свои мысли. Есть закон, один из законов мышления гласит, ты не можешь перестать думать вообще, ты всегда о чем-то думаешь, даже когда ты не думаешь ни о чем, значит ты думаешь ни о чем. Вот, твоя задача не перестать думать о плохом, а начать думать о хорошем. Все. Тебе я не буду думать о плохом, я не буду думать о плохом, так не работает. Просто начни думать о хорошем, начни думать о совсем другом, вернись туда. Поэтому первый способ улучшить семейные отношения это вернуться куда? Господу, в первую очередь к Господу, а потом уже к супругу. это очень важный момент, который в этой теме очень понятен. Но еще один маленький важный нюанс. Это в контексте вот этой наготы. Именно с момента наготы человечество узнало, что такое стыд. Потому что до этого они были одеты в одежды света. Они даже понятия не имели, что такое стыд. И на сегодняшний день нагота это символ греха. Хотя она не есть грехом. То, что ты голый, это не значит, что ты грешник. Все зависит от того, где ты находишься. Мы можем пойти в баню или ванную принимаем. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что теперь это стало символом, потому что оно привязано к этой истории. Люди потеряли одежду правильности. И теперь вся индустрия моды, производства одежды это на самом деле аллюзия, то есть это пример человека в попытке возвратиться в комфортное состояние, когда ему хорошо. Вот. А все равно так не получается, потому что знаете, из чего состоит гардероб? Нечего надеть, жалко выбросить, что еще? повесить некуда, да. И может быть похудею. Вот есть у меня такие рубашки тоже, может быть похудею. Понимаете, да, хай буду, может быть еще такой вариант. Ну, понимаете, и ты стремишься, ты думаешь, а оно как бы это не совсем то. И когда вы читаете Слово Божие, когда мы читаем слово одежда, это символ праведности, либо грязи, если это запачканная одежда, понимаете, или самоправедности, если человек сам пытается себя спасти, Господь говорит, нет, я верну тебя. И в этом огромное количество историй. Помните, когда блудный сын возвращается к отцу, что первое делает отец? Обнимает и одевает его. И он говорит, принесите ему какую одежду? Самую лучшую. А в греческом оригинале знаете, какое стоит слово? Слово протос. протос, это означает самую первую, изначальную. Это же образ Отца Небесного и нас. То есть он говорит, ты возвращаешься, я одеваю тебя в праведность Христа. Или когда женщина прорывается сквозь толпу, помните, в прошлую субботу мы изучали на субботней школе, чтобы прикоснуться хотя бы к краешку одежды Христа. Да, и там многие пытались, потому что это символ праведности, потому что это он был в это одет. Когда в другой интересный символ, когда мы читаем притчу о самаритяне недобром, помните? Он одевает человека, понимаете? Он подбирает, потому что человек не способен уже ничего, его избили разбудник, он шел с какой-то дорогой, или мы тоже изучали прошлую субботу про Гадаринского бесноватого, помните? Человек далеко в грехе, он уже даже к Богу не способен прийти, Бог к нему приходит сам, исцеляет его и одевает его в одежде, потому что там написано, жители пришли и увидели, что человек сидит в здравом уме и одетый. Вы заметили два нюанса? В здравом уме и одетый, потому что одежда это символ возвращения. И сегодня, сегодня для нас, для мужчин и женщин способ счастливую семью иметь это приходить к небесному модельеру. Аминь. К небесному модельеру, братья и сестры, который как тогда сделал кожаные одежды, потому что это символ принесенной жертвы, кожа берется откуда? Из жертвы. Так и сегодня приходить к нему и говорить, Господи, одень меня, потому что мне даже перед женой будет стыдно. Господи, одень меня, потому что мне перед мужем будет стыдно. Перед детками, перед обществом. Понимаете? Ближе к Богу. Теперь для нас это постоянное важное поведение. Приходить к нему и одеваться в этом едемском саду нашего утреннего времени с Богом, вечернего времени с Богом. Это очень важно одеваться. И потом в одежде света согревать других, потому что наша задача, вот послушайте, как говорит Христос. Он говорит, я был болен, вы меня посетите, я был, посетили, я был в тюрьме, вы меня посетили, я был ногой, вы меня что? Вы поделились со мной тем светом, который я дал. Понимаете? Христовой праведностью можно делиться, но при этом ты голым не останешься, потому что ее хватает на всех. Потому что Христа мы показываем, Он через нас одевает других людей. Нему же нужны руки, правда? Это в мусульманских странах Христос непосредственно является человеком, приходит во сне, как это происходит очень часто сейчас. А здесь Он является через нас, и это наша задача. У каждого из нас теперь есть место в Едемском саду, куда мы приходим и говорим, Господи, сегодня я подобешался, чуть-чуть подобносился, надо меня, приведи меня в порядок. И Он приходит, и нам шьет новый костюм. Нам, а нас обновляет. Вторая история, которая очень помогает тоже понять, насколько сильная война идет против наших семей, она записана в Евангелии от Луки. Лука был врачом, я очень люблю Евангелие от Луки. Вот мой коллега. И вы знаете, что самая известная глава в Евангелии от Луки это 15, где притча о блудном сыне. Но в тени 15 главы находится 14 глава, и там очень интересная история происходит. Очень интересная история. Иисус в субботу пришел к фарисею на обед. Представьте себе. Мы тоже сегодня были на обеде где-то дома, может быть кто-то в гостях, правда? Надеюсь, вы были не у фарисея. Я точно не был у фарисеев, шикарные люди. Вот. Иисус пришел к фарисею. Они его позвали, он же не пришел как-то. И эти фарисеи за ним внимательно наблюдали. Причем слово, глагол наблюдали, там стоит. Они следили за ним, чтобы накопать на него компромат. То есть представьте, для чего пригласили на обед. Поняли? Интересный обед, правда? Такой себе. И вдруг перед ним появился человек больной водянкой. Обратившись к законникам и фарисеям Иисус спросил, а можно ли исцелять по субботам? Этот вопрос мне задал ректор Ростовского государственного медицинского университета, когда я поступил на первый курс. И на втором курсе мне пришлось отстаивать субботу. И он говорит, у меня к вам вопрос, молодой человек, а вы будете лечить людей по субботам? Я говорю, ну, конечно, Иисус Христос исцелял людей по субботу. Он говорит, ну, хорошо, вопросов нет, я переношу вам экзамен, пожалуйста, учитесь дальше. Но фарисеи не поступили. Так, они сказали, что? Что сказали фарисеи? Да ничего они не сказали, они молчали. Тогда он, прикоснувшись к больному, исцелил его и отпустил домой, а им сказал, а если у вас случится беда, вы что, не будете это делать? И они не смогли ничего ему возразить на это, шестой текст. Но дальше происходит очень интересный момент, Иисус начинает говорить, смотрите, так идет, ну, как бы обед, и Иисус видит, что они его пытаются под колодец зацепить, и он говорит, ну, хорошо, раз вы со мной так, я тоже с вами буду по-честному. И он говорит, смотрите, если ты приходишь на брачный пир, ну, или центра, чтобы, что? Чтобы быть смиренным. Ты простой человек, ты оценивай себя просто. Если ты простой, там же останешься, если тебя кто-то считает важнее, тебя пересадят. А дальше, смотрите, что он интересно рассказывает, он говорит, а когда приглашаешь людей на обед, то приглашай не тех, кто тебя может в ответ пригласить, приглашай любых людей, особенно тех, кто тебя точно пригласить не может. у вечных, слепых, хромых, бедных. Для фарисеев это было, знаете, как серпом по сердцу. Почему? Потому что бедный, хромой, слепой, у вечной, это был человек заведомо какой? Проклятый. Проклятый. Это был человек, который Богом не благословлен, если он бедный, если он хромой, слепой, понимаете, да? То есть, он Богом проклят. Ну, если он неблагословлен, то что? Какой другой вариант благословения? Отсутствие благословения. А Христос говорит, нет, приглашайте, потому что это будет для тебя благословение. И как бы такая напряженная обстановочка за столом возникла, потому что они его пытались зацепить, а Иисус раз им правду матков в глаза. И фарисей один пытается разрядить обстановочку. И эта разрядочка в 15 тексте. Услышав это, один из гостей, находившийся за столом, воскликнул, блажен, кто будет на перу в Царстве Божьем. Ну так как-то, на позитивчик. Но Иисус Христос продолжал. Говорит, ага, ты хочешь про Царство Божье поговорить? Давайте поговорим. И начинается, смотрите, очень интересная тема. 16 текст. Один человек устраивал большой пир и пригласил много людей. Все нормально, правда? Никакого подвоха не видим, правда? Человек устраивает большой пир, пригласил много людей. Что он сделал с людьми? Он их пригласил, правильно? Пригласил. Так, хорошо. И когда пришло время, то есть он пригласил их как? Заранее, абсолютно верно. Спасибо, брат. То есть это было приглашение заранее, то есть тогда-то и тогда-то я устраиваю события. Пожалуйста, приготовьтесь, вы достойны этого. И когда пришло время, он послал слугу своего, чтобы тот сказал приглашенным. Приходите, все уже готово. То есть представьте, какое уважение. Мало то, чтобы прислать приглашение, еще и напомнить. Это уважение. Это большое. Честно говоря, не так часто в моей жизни таких вариантов много было, чтобы меня еще дополнительно предупредили. вы же помните, завтра мы вас ждем или сегодня. Да, 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 да. И тут 18 текст. И тут все как один стали извиняться. Первый сказал, я купил землю и должен обязательно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Вы должны понимать, вы должны понимать, что дело происходит в Израиле. Израиль это страна, в которой тепло. Мягко говоря, кто работал в Израиле, кто был в Израиле, там жарко. И все пиры, свадьбы проходят когда? Вечером. Уже солнце село. Поэтому, например, притча о десяти девах, когда идет свадьба, они со светильниками, потому что все это вечером, потому что днем невыносимая жара. Вот сейчас мы были в Италии, конгресс, и несколько дней были на море. Там итальянцы у них с трех до шести обед, потому что там во-первых жара, и магазин работает до недвести вечера. И мы идем вдоль моря по улочке, уже где-то девять вечера, и я смотрю, человек что-то там складывает. Мне показалось, что он складывает. Думаю, ну, заканчивает торговлю, думаю, ого, в девять вечера до сих пор. Оказывается, он только раскладывается, потому что мы пошли покушали мороженое, возвращаемся, а там только-только все началось. Действительно, я поехал оливковое масло покупать, 22.40 я купил в магазине оливковое масло, потому что наконец-то спадает температура, становится комфортно, люди выходят и занимаются своими делами, пир назначен на какой-то вечер, правда же? А человек говорит такую отговорку, отмазка, есть такое слово у молодежи, знаете? Извини, я купил землю, мне надо сейчас пойти посмотреть ее. Что? Ночью землю? Карл, какая земля ночью? Это ж пир не на две недели. Что, земля не подождет пять минут? Ну, вы понимаете, логику, Где логика? Где логика? А логики нет. Ну, хорошо. А что говорит? И он говорит, прошу тебя, очень-очень прошу, прости меня. Слышите, он говорит, прошу тебя, извини меня. А другой что говорит? Я купил пять пар валов и иду испытать их в работе ночью. Ночью он собрался пахать землю. Молодец. Валы об этом даже не знают, я вам скажу честно. Очень сильно удивлены. Видимо, у валов встроенный хороший LED свет, я не знаю, что там видно поле, хорошие габариты, полный привод. он говорит, прошу тебя, извини меня. И третий что? А третий сказал, я женился, и поэтому не могу прийти. И даже не извинился. Кстати говоря, третий даже не извинился. Первые два предыдущих, да? Ну и тут как бы я понимаю, вечер, свадьба, там, не знаю, что там у него. Вот как бы брачная ночь, это я понимаю. но тут даже человек не извинился. Ну а смысл изменяться? Жена ждет. Хотя я думаю, жена бы не возражала сходить еще на какой-нибудь интересный променад. И вы знаете, написано 21 текст. И слуга, возвратившись домой, рассказал об этом своему господину. Тогда хозяин дома что сделал? Что с ним произошло? Он разгневался. Послушайте, разгневался. Такая реакция как бы необычная, правда? Необычная реакция. И говорит слуге своему, пройди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Тех самых, о которых Иисус вспоминал две минуты назад. Выполнив поручение слуга сказал, господин, сделано то, что ты приказал и есть еще место. Выйди из города и пройди еще по проселочным дорогам и вдоль изгороди, ответил его господин, и убеди людей прийти, пусть дом мой гостями наполнится, ибо, говорю вам, никто из тех приглашенных не будет на моем перу. И дальше написано, однажды, когда большая толпа шла за Иисусом, он, повернувшись, сказал им, кто приходит ко мне, но любит меня меньше, чем отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, или меньше, чем саму жизнь свою, не может быть моим учеником, кто не несет креста, не идет за мною, не может быть моим учеником. Очень интересная история, очень интересная история. Так вот, если в первом случае подход Лукавого это отвести нас от Бога и друг от друга, то в этой истории подход Лукавого следующий, сделать приоритетом, потому что это притча об отношениях с Богом. Бог нас зовет братья и сестры, он нас зовет покушать. Слышите? Покушать. Принца. Принца. Обед. Завтрак как будет? А? Он зовет нас позавтракать или пообедать или поужинать. Он зовет нас. Он говорит, сынок, я не прошу тебя быть со мной целый день. Я прошу тебя маленькое время, попируй со мной. Это важно для твоей семейной жизни. Это важно для твоей личной жизни. Пожалуйста. Господи, у меня бизнес. У меня пять порвалов. Господи, у меня недвижимость. Господи, у меня же семья. Я должен время жене. Ты же мне ее дал. А Господь что? Господь говорит, ты не понял. Ты не понял. Приоритеты. Приоритеты. Я тебе дал этот бизнес. Я тебе дал эту недвижимость. Я тебе дал эту семью. Пообедай со мной, пожалуйста. Это даст тебе силы справиться с бизнесом. Это даст тебе силы справиться с семьей. Это даст тебе силы что? Справиться с женой. Спасибо, брат. Ну и к сестрам это тоже относится. Это даст тебе силы справиться с мужем. И с детками. Елена Вайт, когда комментирует в книге «Наглядные уроки Христа» эту притчу, в главе «Пойди по дорогам и изгледим» на 222 странице, она пишет. Слова «Не могу прийти» едва прикрывают правду. «Я не хочу прийти». То есть сделать семью, недвижимость, свои чувства и желания приоритетом, это большая проблема. Это и есть подход лукавого. Поняли? Семья превыше всего, работа, деньги. Все. Это провально. Это значит, что вы потеряете и то, и другое, и третье. Почему? Потому что это не так работает. И Господь покушать нас зовет. Покушать Его Слово. А ведь Он приготовил ужин. А если бы открыть Евангелие от Иоанна, где Он говорит «Истинно говорю вам, я есмь хлеб жизни, едущий меня имеет жизнь вечную, и пьющий мою кровь не увидит смерти вовек». То есть, кого Отец приготовил нам для встречи? Он приготовил своего Сына. И люди отказались. Поэтому Он разгневался и говорит «Как? Вы что? Вы что? Это же единственный выход. Это единственный выход быть счастливым. Это единственный выход, чтобы семья была счастливой». Вы знаете, недавно я обнаружил очень интересную аллюзию. Если открыть двадцатую главу книги «Второзаконие», там описаны правила войны. «Когда вы отправляетесь в поход против врагов, и лицом к лицу встретите силу, вас превосходящую». 20 глава книги «Второзаконие», «Войско больше вашего, коней и колесницы, не бойтесь, ведь с вами будет Господь, Бог ваш, который вывел вас из Египта». То есть, если ты идешь на войну, не бойся, потому что Господь с тобой. «Пусть перед сражением выйдет к войску, священник и скажет ко всем, обращаясь, слушая, Израиль, сегодня в сражение вы вступаете с врагами вашими, не падайте духом, не бойтесь, не трепещите перед ними, не страшитесь их. На битву эту Господь, Бог ваш выходит вместе с вами, чтобы сразиться с врагами вашими и спасти вас. «А приставники должны объявить воинам, если кто...» И тут начинается интересный сюжет, очень похожий на притчу о брачном пире. «Если кто построил новый дом, но еще не начал жить в нем, пусть возвращается домой, ведь может случиться, что он падет в сражение, и кто-то другой осадит дом, отметит в нем новоселье. И кто насадил виноградник, но плодами его еще не воспользовался, пусть возвращается домой, ведь если он падет в сражение, и достанутся те плоды другому. «И тот из вас, кто успел обручиться, но еще не взял свою суженую в жены, пусть домой возвращается, ведь если пойдет он в сражение, и кто-то другой возьмет ее в жены». И вот что еще должны сказать приставники. «Кто малодушен и робок, пусть тоже домой возвращается, дабы робость эта не передалась братьям его». После этого обращения приставника к войску военачальники примут командование. Ну, дальше идут правила войны, дальше. Интересный способ мобилизации. Это у нас очень популярная тема в Украине. То есть, если у тебя новый дом, если у тебя неиспользованный виноградник, если у тебя молодая жена, или ты просто боишься, наляканный, страшно тебе, ты не хочешь в мираты, то возвращайся домой. Не надо портить другим настроение. Нужно понимать, что воспитание детей, воспитание христианской семьи в нашей атмосфере сегодня – это самая настоящая битва. И Господь говорит, не надо бояться. Не надо бояться. Только, пожалуйста, не делай своим приоритетом в своей битве за семью, за детей, за отношения. Недвижимость, движимость, майно, имущество и саму семью не делай приоритетом. И тем более не бойся. А если боишься, тогда лучше и не начинай. Если ты не понял, тогда занимайся своим бизнесом, занимайся своим виноградником, занимайся своим новым домом, занимайся чем угодно, но не семьей. Понятно, да? Он говорит, вот так надо воевать. Потому что это не просто воздушная акробатика без страховки, это действительно боевые действия. У меня двое детей, я прекрасно знаю, о чем мы говорим. Поэтому я молюсь за детей, мы молимся с супругой, я молюсь за каждым. Это важнейшее, это битва. Поэтому Господь говорит нам. Очень важный момент. Приоритеты, приоритеты. Быть вместе и строить приоритеты. Быть вместе с Господом, не разлучаться от Него, приходить к Нему покушать, как приоритет. Еще маленькая цитата из Духопророчества, 225-я страница книги «Наглядные уроки Христа». Все эти люди отказываются от приглашения Спасителя, потому что боятся разделения в семье. Они считают, что отказываясь от служения Богу, они сохраняют мир и благополучие в доме, но это заблуждение, иллюзия. Те, кто посеет эгоизм, его же и пожнут. Отвергая любовь Христа, они отвергают то единственное, что только им может дать человеческой любви, чистоту и прочность. Такие люди потеряют не только небо, но и не смогут испытать истинное удовольствие от того, во имя чего небо было принесено в жертву. Поэтому, друзья мои, не надо искать отговорки. Нужно расставлять приоритеты, потому что Царство Божье и вечеря с Ним, оно уже здесь. Оно в Слове, оно в общении с Ним. И это великое благословение. Давайте, дорогие мои, помните о том, что Господь сегодня ищет людей по дорогам и изгородям. И я вам честно скажу, я лучше буду хромым, бедным, слепым и калекой, но с Иисусом на перу. Аминь. Чем я буду со своим домом, со своим движимым, недвижимым имуществом, но потерянным. Господь ищет людей с правильными приоритетами. Он говорит, если вы не поставите меня выше детей, семьи, жены, всего, о чем вы переживаете, то тогда все и пропадет. Потому что я и даю вам это, я даю вам силы это все, чтобы прошло. Он ищет людей с правильными приоритетами. Он ищет людей, чье сердце вполне преданное ему. Отговорки, как и две тысячи лет назад, лишь остаются те самые. Пусть идет война или нет войны, просто обычная жизнь с приятным ужином. Люди ищут те же самые отмазки. Поэтому, дорогие мои, не важно, какова ситуация, важно, где мы. У нас есть возможность с Господом покушать. Поэтому давайте держать наши приоритеты каждый день. Приходить к Господу каждый день. В своем сердце, в своем доме. Завтракать, обедать и ужинать с Ним. Любить с Ним, прощать с Ним, воевать за наших близких. С Ним. И побеждать с Ним. Аминь. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Тое, и да приидет Царствие Твое, Господи. И да будет воля Твоя на земле, как на небе. Да будет воля Твоя, Господи, в наших семьях. Твоя воля. Господи, прости нас за то, что мы иногда уходим от Тебя. Прости, Господи, за то, что мы иногда забываем о том, что Ты зовешь нас покушать. Ты зовешь нас одеться. Господи, Господи, дай нам эту великую радость от того, чтобы прийти к Тебе, в Твой швейный цех, чтобы Ты снова одел нас по последнему слову небесной моды. А заодно и поужинать с Тобой, пообедать и позавтракать. Господи, мы хотим быть такими людьми, которым не стыдно и которые сыты Тобой. Живи в нас, напоминай нам об этом. И слава Тебе за Слово Твое, за это великое основание радостного христианства и за вечную жизнь уже сегодня. Слава Отцу, слава Сыну и слава Духу Святому, Господи, и благодарность Тебе за семьи наши. И за мудрость, которую Ты дашь нам на этой вечере, как нам управляться с этим. Во имя Иисуса молитва наша была, Господи, ради пролитой крови Твоей мы просили и благодарность за все. Аминь.